ну что же нам нужно наполнить огнетушитель а для этого нам снова придется совершать прыжки заполнен водой не знаю зачем я это делаю воздух только начал прогреваться я не хочу тушить огонь что нам дает огнетушитель сухая веточка и нам топор вообще там нужно было вынуть так не здесь а в коридоре она была это место было в коридоре я бы огнетушителем просто что-нибудь выбила самой этой самой самим баллоном это глупо не знаю чего и ожидать уверен что смысла нет выбить он же тяжелый этот баллона тяжелая достряла веточку поджигать смысла нет может быть все-таки подождите может быть все-таки попробовать как я изначально думала вдруг эта веточка мертвые есть мертвые не земля не вода не солнце не могут вернуть их жизни но почему-то так уверен у у него вон там эти ананасики какие-то растут бочка пустая бочка что ж то может быть то нет зачем нам огнетушитель формата размера нет я уже думала подошло но нет ждите ну здесь бутылочка такая стоит хорошая прям прямо на вот прям просится возьми меня возьми меня джо возьми эту стекляшку вот да я так только шума разведу ну а чего нет таковой стесняться уже все умерли замыкание устроить залить водой осциллограф ума не приложу как ну как портишь просто вещи все никаких этих может быть этот старикашка вообще что-нибудь приволок из будущего тут заражал людей потом пытался что-то исправить и желтать и всех погубил в последнее время моя жизнь зависела только от моего умения крепко держаться так что не стоит маслить руки теперь он весь в масле так веточка вся в масле а что мы можем здесь сделать капнуть куда мы можем капнуть веточкой масла не хочу напортачить в лаборатории ламберта куча чертежей планов этажей большого здания стойте а я узнаю тархон так я думал что может быть дом но ничего нового так это не хочешь куда-нибудь отправиться на ней масляная веточка масляная веточка и огнетушитель с водой и с пеной местный житель ударил огнетушитель получил заряд дроби в лицо даже если бы об этом написали в газете никакой заголовок не стоит таких вещей джозеф помоги мне помоги мне я прошу тебя помоги мне в решении ты гололомки почему тут эту бутылку с вином не хочешь взять ставить шкаф шкаф откроется противный джо можем выйти отсюда боже а я хорошо с ним поработал я понимаю все выйти мы не можем и если вспомнить чего мне стоило пробраться внутрь я не хочу выходить к слову крокодил да он уже наш домашний ручной ты уже покормил этого крокодила побрякушки безделушки скрепки ничего полезного лампу выкрутить нам не дают все таки зачем нам веточка с маслом смочить лезвие маслом нужно избавиться от лоз уверен что смысла нет я тоже понимаю что нет но так а если бы гони хими опять налить как с плющом но только он химию не берет у нас ничего нету полить какое-нибудь растение из огнетушителя зачем да уж так а что если на масло бросить вот сюда масло на ветку чтобы это все прям разогрелось хорошо что я не придумал пора бы вспомин а чтобы и в общем нужно было поджечь ветку загадка простая на самом деле а нет так так и вертушим о вышло даже лучше чем я ожидал это молодец он там на славу застрял мы я его вытащил надеюсь от всех этих перемещений у вас голова не кругом ну вот а теперь можно будет такую статью в газете представить что человек получил дробью в лоб потому что вломился с топором в чужой дом фух терминатор джо лавовая лампа примета времени это лавовая лампа блин люблю я их ну зачем ты свет вытучилась молодец блин какая твердая постель не слишком полезно для человека возраста здесь опять картина сколько бы я не следил глазами за этими шагами они все равно приходят в одно и то же место да мило так а вот и шапочка из фольги тут стоит пара тетради 11 марта 1971 года я приготовил тетрадь для записи прогресса случае того если со мной что-то случится и кому-нибудь придется продолжать мои эксперименты я ушел из архонта где-то месяц назад я слышал что они отправляют людей все дальше и дальше во время не смотря на все неудачи дураки все до единого или это воронка нет мне кажется это шапочка из фольги которые мы видели в лифте в самом начале 71 год 16 июня подготовительные планы для создания собственного машина времени наверно с этого момента я буду предать как машину времени можно будет создать только в 40 срок около трех лет конечно если не брать рассмотрение сложности наверно всяческие глобус я не астроном но уверен что это луна славный глобус и вот рыбка любит он таких вот красных рыбок кто-то следит за этими рыбками ламберт где-то рядом тихие друзья она похожа на ту рыбку что я скормил ужас у крыльца теперь мне жалко рыбку ой какая-то история прям нехорошая пара маленьких деревьев но что нам теперь с этой лавы лампы делать ее втыкать в ящик ну если не откроется я не знаю давай нет не подходит нет розеток позор короче на мои седины лампу ты не хочешь куда-нибудь обратно у меня не выйдет кровать если бы я спал на такой кровати каждую ночь я бы был довольно раздражительным ух ты завораживает ой да тут бутылка ну наконец-то странно похоже это бутылка не стекла даже пробка кажется нарисована потому что это ключ джо 18 июля 1972 года никакого прогресса на этой неделе два месяца холодных ночей назад тот глупец пробил дверь в моей спальне а прошлой ночью меня чуть было не задрал медведь так что я наконец сделал новые по моему двери посмотрим как он через эти проберется кстати говоря он дает новое толкование термину защищено от идиотов ну вот мы вошли в историю в общем пар тот парковщик который видимо сделает ад на земле этому это все математика против нее не пойдешь я в жизни не смогу построить источник энергии для питания нынешней конфигурации так 85 год сдаюсь все сначала пора начать с чистого листа я хожу кругами каждый раз вспоминаю эту карманную версию показана мне этим идиотом как я вообще ее изобрел 21 октября 1993 года успех с помощью фотооборудования которое нашел марте я сумел уменьшить размер изготавливаемых плат после того как я переработала собрал компоненты новой версии машины смогла запуститься от сравнительно небольшого дизельного генератора ух ты значит этот старичок здесь окопался и жил и делал и работал прекрасно а это запись от 31 декабря 99 года вот такие дела по правде сказать не думал что буду отмечать начало нового века в богом забытой дыре посреди болота я никогда не любил вечеринки но сейчас если бы выдалась возможность я бы все отдал чтобы валять дурака с другими людьми а не смаковать эти уходящие моменты старого века в компании вареной капусты и бутылки дешевого мерло вот так девяносто девятом году он закончил свою работу ну что перемещаемся сейчас встретимся с ламбертом вот те надо тут секретный ход за полками стойте где стоите эй-эй-эй погодите мистер ламберт сэр это я джо я вас не знаю что вы делаете в моем доме вы послали меня сюда помните ничего подобного в курсе что для незваного гостя вы не очень-то умны а судя по всему этому шуму вы еще на бульдозере приехали у вас есть пять секунд чтобы объяснить мне факт вашего присутствия или же да поможет мне бог я спущу курок и отправлю вас к праотцам пять я был послан сюда четыре вами три вы сказали найти вас предупредите о конце света два вы были старой седой и вас пострелили боже прошу вас не стрелять у меня мистер ламберт вот вы дали мне это какой-то меж что-то там хроном машину-времени это это я вам дал да никогда раньше не видел такого но не сзади моя фамильная печать я сделал ее она прекрасна я дал ее вам как кто вы меня джо зовут сэр я просто больше к вархонте сегодня утром я нашел вас в комнате с большой круглой дверью в подвальной лаборатории и вы умирали вы так же сказали что прибыли из будущего чтобы предотвратить конец света стопки из-за того что рядом никого больше не было вы дали этот прибор мне и сказали найти вас и рассказать все это я был там в будущем много раз вы были правы мистер ламберт все умерли боже мой значит это все таки произошло эти проклятые ублюдки все же решились на это я же предупреждал их стойте я умирал почему вы сказали что вас подстрелили и мне пришлось искать ваше тело морге чтобы узнать этот адрес подстрелили кто подстрелил нет стойте не говорите вам удалось найти меня так что рассказал мне все подноготно вы можете нарушить преследно-следственные связи которые привели вас на мой порог чем меньше я знаю тем лучше так вы были в будущем что вы там видели одно слово кошмарный сон сэр вокруг не души здание в руинах и так тихо что там произошло мистер ламберт доктор доктор ламберт так как вы проделали долгий путь в поисках меня и не говоря уже о том что стали свидетелем ужаснейшего результата самого передового научного открытия в истории полагаю что должен вам кое-что рассказать мне было 24 года когда я начал работать корпорации архон или как она тогда называлась афина афина была одной из научно-исследовательских компаний основанных во время второй мировой войны в то время как остальные компании переориентировались на мирное воспроизводство после окончания войн афина продолжила военные исследования пытаясь осуществить новый технологический прорыв в сфере оборонительных технологий они хотели сыграть на праной правительства в отношении советского союза и его послевоенного расширения сферы влияния тем самым стимулировав исследования в области тайных наук и скажу что они не прогадали тогда я еще был простым физиком теоретиком мичиганском технологическом а мой тезис о возможности путешествия во времени через временные мембраны только опубликовали в 61 году аккурат после того как меня взяли в компанию управляющий совет был настолько поражен моими изысканиями что сразу выделил мне комнату и долю в бюджете разработки произошли и мои ожидания уже через шесть лет у нас был первый работающий прототип машина времени первые опыты с путешествиями во время во времени заключали в себе отправку простых объектов в будущее с запрограммированным возвращением на архон был почти на мелье и администрация компании хотела потерять жирный денежный контракт с министерством обороны сначала мы заинтересовали их идеи того что с помощью машины времени можно было вернуться в прошлое и уничтожить коммунизм и еще в зачаточной стадии на самом деле конечно мы не могли согласно закону причинности нельзя путешествовать назад во времени дольше точки создания самой машины и рано или поздно нам пришлось бы объяснять это нашим покровителям когда они стали требовать отчета о наших достижениях директорам архонт не оставалось ничего кроме как признаться в невозможности замыслом они решили притупить подозрение правительства объявить что могут заплачивать на работе нового оружия прямиком из будущего но и это было тоже неправдой к этому моменту мы уже отправили людей в будущее прекрасно знали что никакого оружия там нет то что мы увидели в будущем одновременно пугало и сбивало с толку наши путешественники возвращались явно не свои тарелки бормоча что-то о пустынных улицах и человеческих останках сначала мы решили что в будущем городе в будущем город подвергся бомбардировки советов всех жителей эвакуировали но после того как мы попробовали попасть дальше нам открылась ужасная правда пешественники стали возвращаться зараженной смертельной болезнью они умирали через один-два дня в ужасных моках некоторые вовсе не вернулись тестовые образцы машины снаряжения также были потеряны навсегда когда же на территории лаборатории произошло первое заражение мы были совершенно не готовы потеряли трех лаборантов источником заражения оказался чрезвычайно заразный вирус передающийся воздушно-капельно путем на том этапе у нас не было возможности работать с биологическими угрозами такого масштаба но руководство настояло на дальнейшем изучении вируса для того чтобы наши путешественники вирус оставались живыми мы воспользовались наработками экспериментального проекта по криогеники под названием лазер и создали временную лабораторию и опять наша администрация умудрилась прогнуться перед министерством заявила что вирус можно использовать как основу биологического оружия в связи с этим наша команда хотела отойти от дел но недовольство было быстро забыто в связи с резким повышением зарплаты и современной скидки на приобретение акций компании но я не пошел них на поводу я собственными глазами видел на что спасло данный вирус я знал чем закончится эта безумная гонка вооружений поэтому немедленно уволился и расположился здесь уже около года я пытаюсь остановить ту технологию вернуться назад во времени и спасти человечество от вымирания и поэтому вы здесь предвестник рока на моем пороге одеты в комбинезон кто бы мог подумать что конец света начнется так обычный будний день в любом случае трудно поверить что вы нашли меня но это только половина дела для того чтобы остановить эпидемию вам потребуется нечто большее чем упорство мне подождите что да думаю мне стоит довериться вам еще раз вы должны проникнуть в архонт и остановить заражение нет то есть поймите я почтен и все дела но уж поверьте будет буду с вами предельно честен вы последний человек на земле кому я хочу поручать это задание завтра в это же время город поглотит хаос паника и смерть а вы сейчас здесь и вы все что у меня есть постойте а вы вы не можете это справить док разве у вас нет плана действий я не могу сделать это сам так как нарушится закон причинности вы тут потому что я послал вас ко мне а я был в лаборатории только потому что вы предупредили меня и я смог закончить свою работу но нельзя терять не минуты только так вы нашли меня сегодня утром верно да но что значит у меня не получилось остановить заражение эпидемия уже началась путешественник участвующий в сегодняшних испытаний должно быть занес вирус из будущего а а тот в свою очередь вырвался на свободу этот путешественник нулевой пациент вы должны уничтожить суперкомпьютер контролирующую машину времени в лаборатории там же хранятся все наработки вы должны сделать это до того как машина отправится в будущее я перенастраиваю ваш прибор для путешественника на еще один день назад это даст вам достаточно времени для того чтобы добраться до архонта и попасть внутрь на другом берегу примерно 500 500 ярдах вниз по дороге вы найдете зону отдыха там стоит фургон готовы к поездке и заправлены на полный а у меня уже есть транспорт которого вчера там не будет дурачок не перебивайте меня кое-что еще и слушайте внимательно потому что это очень важно убедительная просьба ни в коем случае не попадайтесь на глаза ранней версии самого себя почему а что может случиться никто не знает этот парадокс еще не изучен конечно существует несколько теорий но все они очень неприятные а теперь давайте вас подготовим ну как думаете получится на что-нибудь или нет как я позволил втянуть себя в это я чуть не умер пока добирался к доктору ламберту думаю что у него есть план оказалось что это я я его план ну хотя бы не надо возвращаться назад пешком этот фургон не такой крутой как карет скорой помощи но у него что-то есть доктор завернул мне с собой еды что очень мило с его стороны могу положить открывалку для бобов и немного топлива для газовой горелки но думаю что нибудь придумаем не все равно за рулем еще несколько часов сидеть я доберусь до архонта к утру надеюсь мне хватит времени прошлое ночью снаружи архонта на этом делаем остановку не проверяю но и Продолжение следует...